Для тех, кто может быть не сталкивался с работой нашего движения, у вас есть справочные материалы, рассказывающие о том, как мы действуем на территории сейчас нескольких десятков стран, движения на счет того, а больше сотни различных организаций. Но мы первый раз приехали для такого мероприятия на территорию Молдовы. И поэтому я очень просил бы от имени нашего движения Иосифа Корана вручить вот этот маленький гуке Андрея Шипакова, руководителю Молдовы без нацизма и хозяйке сегодняшнего. Мы искренне благодарны за теплый прием и очень надеемся на водоплоднейшую работу. Тематика сегодняшней встречи действительно чрезвычайно важна. Вот вы знаете, я последний год каждую неделю читаю лекции на Эхе Москвы про историю налогов. И в очередной раз убеждаю себя, что история учит тому, что она ничего не учит. И ситуация с мюнхенским сговором, как только что абсолютно правильно было сказано, она настолько современна, что казалось, и нет никаких никаких 75 лет. Обратите внимание, какие уроки мы видим сейчас. Мы видим, что в то время пилоты нацистские, фашистские режимы прекратили к власти почти демократическим путем. Я говорю почти, но все-таки в рамках тогдашней демократии. И для нас это очень важный урок. Нельзя отменять демократию. Демократия действительно, это необходимо, это пришлось с человечеством. Но нельзя забывать о необходимости прививок против того, чтобы подобные движения могли приходить к власти. Мы видим, что это происходит всегда предельно быстро. Мы видим, опять-таки, из истории Европы 30-х годов, если, вот, уважаемые историки, действительно, могут привести огромное количество материалов. Вот, господин Азари, действительно, вышла очень интересная большая монография о как раз международных отношениях в ту пору. Мы видим, как и то, где, и в радиопередачах, в газетах никаких намеков о появлении вот таких режимов почти нет. Буквально за считанные месяцы, а иногда чуть ли не за дни, в стране все спокойно. В стране все проходит относительно демократии. Это первое. Второе мы видим, как подобные режимы быстро обзаводятся собственными клыками. Как только они приходят к власти, появляются всякие черно-рубашечники, коричные рубашечники и так далее, и так далее, и так далее. Все эти ремы, сары, и так далее. Еще один очень важный. Дальше. Вы посмотрите внимательно выступления лидеров стран, которые подписывают Агентинские соглашения. Как они возвращались домой? Несколько очень важных вещей. Первое. Они приезжали и кричали, мы привезли вам мир. То есть, вроде бы, правильная вещь. Вроде бы, отодвинута война. Только, извините меня, получается, что за счет того, что мы дали кусок агрессору, он станет лидером. Опять-таки, история учит нас, что если вы что-то швыряете, даете агрессивным подобным режимам, они не останавливаются никогда. Никогда нельзя надеяться на то, что вы в чем-то здесь уступили, отказались от принципов демократии, отдали какие-то территории, отдали какую-то власть, отдали что-то, пряник какой-то, что они потребуют еще. И мы видим, что претензии подобных режимов оказываются абсолютно безграничные. Они могли быть нацистские, они могли быть фашистские, но ни у одного из них никогда не ограничивались претензии. Это еще один очень важный вопрос. Дальше. Вы обратите внимание, как обосновывалась сама ситуация с Мюнгельским в интересах народа, в интересах воссоединения народа, в интересах обеспечения прав граждан. Мы же просто даем свободу судебским немцам, мы просто даем возможность одной нации объединяться. А вот обратите внимание, в этом ключевое слово одной нации. Как только мы выдергиваем интересы одной нации, сразу начинает все рушиться. Потому что, как правило, это делалось в ущерб другим нациям. И это сразу ломало карты, ломало судьбы людей. И опять обостряло ситуацию. Дальше. Пятый урок очень важный. Отказ от международных принципов политического устройства мира, от международных соглашений, от устоявшихся процедур разрешения. Кажется, что не работает механизм легенда нации. Надо было изобрести что-то, что сейчас помогло бы решить вот эту текущую задачу. Действительно, ущемить немного интересы России, отдалить проблему от нас, направить на другие страны. Что бы то ни получилось. Как только вы отказываетесь от устоявшихся, может быть, не очень хороших, не очень эффективных, но работающих системы, сразу возникает безумный правовой беспредел, в котором прав захватчик. И это, опять-таки, очень важно. И не случайно сейчас мы старались в этом году проанализировать очень внимательно то, что происходит в мире. И находили очень много параллелей. Мы провели очень жесткое, очень беспристрастное обсуждение впервые в Конгрессе США, где досталось всем, в том числе, ну и абсолютно открытой для критики, и уважаемому руководителю мира без нацизма Борису Савчу Шпигелю. Критиковали всех, включая его, и это правильно, потому что надо действовать эдактивно, надо действовать четче. Итак, я прошу прощения, я глубоко виноват. Я должен обязательно передать все возможные приветствия Борису Савчу, участникам конкуренции. Он, к сожалению, сейчас старается поправить здоровье и не смог прилететь, хотя очень хотел, очень интересовался, нельзя ли передвинуть конференцию, чтобы он когда-то выздоровеет приедет. Но мы сказали, что мы собираем тут представители очень многих странных движений и организаций, и он понял, что, к сожалению, нельзя передвинуть, поэтому он просил, во-первых, пожелать успеха конференции, а вторых, просить ее быть максимально результативной. Так вот, мы занимались традиционным мониторингом, и он подходит в очень интересной черте. Наконец-то практически закончена работа на белой книге нацизма, белой книге ненависти. Она явно успеет выйти в этом году. Мы думали, что это будет, ну, относительно небольшое исследование. Но собрали авторский коллектив, и я должен поблагодарить главного редактора, составителя, Валерия Энгеля, Семена Чарнова, Мириана Бестроица, Юлиану Вецель, Марии Улесца, Йорхем Крауза, Александра Кузьмина, Эндрю Родольфа, Виктора Шнерельмана, за то, что работа практически завершена. Очень активно работали ученые Института этнологии и антопологии Российской Академии Наук. Очень многое сделал Центр по изучению псинофобии и антисемитизма. Это университет Берлина. И не обижайтесь, но книга получилась толстенькой. Там будет больше 800 страниц. Почему? Потому что старались посмотреть проблему с разных сторон. В ней очень важно впервые развернутый анализ уровня вот такой вот угрозы. Мы отслеживали все проявления неонацизма, радикального национализма, ксенофобии. Мы сейчас принимаем все пожелания по совершенствованию методики. А что методика позволяет сделать? Мы анализируем факторы, которые влияют на радикальный национализм, факторы, которые препятствуют последствия и пути решения проблем. Основными факторами являются у нас наличие антинацистского, антироссийского, антиэкстремистского законодательства. То есть это по 18 странам завершен подробный анализ всего законодательства. Наличие антиэкстремистского законодательства. Соблюдение властями вот этого законодательства. По каждому фактору выставляется оценка. Естественно, мы анализируем все выступления авторитетных политиков против ксенофобии, против радикального национализма. Мероприятия на развитии толерантности. Положение мигрантов. Состояние с преступлениями на почве ненависти. Миграционное законодательство. Социальная помощь мигрантам. Наличие антироссийских, антинацистских движений и партий. Наоборот, наличие явно националистических, неонацистских партий и движений. Потом наличие общественных организаций. Международную часть проблем. Мы подробно анализировали факторы разрушения стабильности. То есть это ограничение избирательных прав. Это ограничение для бизнеса, трудоустройства, образования, жилья, здравоохранения лиц разных национальностей. Это дискриминационные практики по отношению к меньшинствам. Во всех возможных сферах, опять же. Все проявления ксенофобии. Все неправомерное применение антинацистского и антидискриминационного законодательства. Работу, в кавычках, если так можно назвать, ультранационалистических группировок и партий. Все публичные акции. Все российские нападения, насилие, террор. Героизацию национал-социализма. Аналогичных примеров истории. Героизацию пособников нацистской Германии. Отрицание холокоста, преследование ветеранов антигидровской коалиции и так далее. У нас будет огромная просьба. Я бы внимательно в течение, может быть, следующих нескольких месяцев, когда эту книгу будете широко распространять. Она везде поведет. Она выходит одновременно, а по меньшей вере, на двух из атак. Дать предложение по критериям, по весу показателей. Нам кажется, что у нас получилось неплохо. Но, может быть, нужно изменить это. По самим планам, мы не поговорим. У меня в руках прямо последние цифры, которые получились по анализу 2012 года. И получается, к сожалению, мы не хотели обижать ту или иную страну. Это не способ гаранжировать страны. Это способ показать угрозу. И получается, например, у Греции рейтинговый балл 67,5, у Эстонии 60, у Латвии, Украины 57,5, у Болгарии 47,5, у Румынии 40, у Франции 37,5, у России 32, в то же время в Болгарии 15, у Германии 10, у Чехии 10, очень низкие баллы. И здесь наша задача, я очень прошу, уважаемого модератора, сейчас выступающих, с разных сторон постараться осветить. И, опять-таки, подсказать нам, как, с одной стороны, дальше совершенствовать методику, как совершенствовать систему рейтинга, и как дальше действовать практически. Потому что наш шаг, на основании вот этой техники, на основании, мы, как решить, планируем, требуем изменить законодательство в странах с наибольшей угрозой, вот, таких последствий, о принятии документов на международном уровне. И мы очень рады, что вот такой подход встречает все больше и больше поддержку. Я прошу прощения, я, наверное, дальше умокну, потому что у нас полтора-десятка замечательных выступающих, и поэтому очень прошу, уважаемого модератора, активно дальше действовать. Спасибо большое.